Приветствую всех в JobSchool, с вами Долстон. В сегодняшнем уроке мы с вами поговорим о временах в английском языке. Наверняка со школы вас пугали тем, что в английском 12 времён и ими невозможно обладеть. На самом деле всё просто. В английском, так же как и в русском, три времени. Прошлое, настоящее и будущее. Но есть один интересный момент. У каждого времени есть свой аспект. Их четыре. Simple, Continuous, Perfect и Perfect Continuous. В конечном счёте мы получаем 12 времён. Но советую вам не отчаиваться, так как самое главное знать, о чём говорит каждый аспект. К примеру, когда произошло прошлое, Past, происходит настоящее, Present и произойдёт будущее, Future. В итоге мы получаем правильный выбор без какой-либо зубрёжки. И сегодня мы с вами разберём каждый аспект. Давайте же начнём. Аспект Simple, как правило, говорит о самом обычном действии, которое происходит регулярно или постоянно. Continuous – это действие, растянутое во времени. Оно должно продолжаться хоть сколько-нибудь. Perfect – действие с результатом. У многих именно Perfect вызывает трудности. Ведь у нас в русском нет ничего подобного. Точно нет? А если вы увидите два таких глагола – делал и сделал, какой из них будет показывать законченность действия? Результат. Сделал, конечно. Так вот и получается, что чаще всего аспект Perfect в русском языке – это глагол совершённого действия. Perfect Continuous – это когда есть длительное действие и результат этого действия. Представьте, что два аспекта – Continuous и Perfect – соединили, и получился Perfect Continuous. В теории немного запутанно, но если мы рассмотрим это на временной плоскости и с примерами, то вы обязательно поймёте и запомните эту информацию. Вот временная линия – то, как мы себе представляем движение времени – вчера, сегодня, завтра. На временной линии у нас изображён аспект времён Simple. Возьмём пример. Go to university – ходить в университет. I go to university every day – я хожу в университет каждый день. Обычно, иногда. Present Simple. I went to university yesterday – я ходил в университет вчера, в 1999 году, или три года назад. Это у нас Past Simple. I will go to university tomorrow – я пойду в университет завтра, или в 2016 году, или через два года. Это у нас Future Simple. Усложняем нашу временную линию и добавляем аспект continuous – растянутое, длительное действие. I'm going to university now – я иду в университет сейчас. Вот сейчас бодрый шаг по дороге в университет. Present Continuous. I was going to university when the phone rang. Я шёл в университет, когда зазвонил телефон. Я шёл по дороге – длительное действие. Зазвонил телефон – короткое, которое прервало более длительное. Past Continuous. I will be going to university tomorrow from 10 a.m. till 11. Я буду идти в университет завтра с 10 до 11 утра. Я сейчас лежу на диване и думаю, как завтра буду идти по знакомой улице в универ. Это у нас Future Continuous. Теперь добавляем третий аспект времени. Perfect. I have just gone to university. Я только что ушёл в университет. Я только вышел из дома и пошёл в универ. Это у нас Present Perfect. I had gone to university and after that I went for a walk. Я сходил в университет, а потом пошёл на проколку. Я был в универе и только потом пошёл гулять. Здесь, в предложении в Past Perfect, одно действие должно завершиться перед другим действием в прошлом. I will have gone to university by the end of the week. Я схожу в университет к концу недели. Я не люблю ходить в университет, но обещаю, что схожу туда до конца недели. Обязательное условие к какому-то моменту в будущем. Future Perfect. И, наконец, очередь дошла до аспекта Perfect Continuous. I have been going to university since 2013. Я хожу в университет с 2013 года. Или в течение двух лет. Этим временем я хочу подчеркнуть, как долго я ходил и продолжаю ходить в университет. Это у нас Present Perfect Continuous. I had been going to university for five years before I finished it. Я ходил в университет пять лет перед тем, как я закончил его. Действие было длительным, типа с 1998 до 2008 год. И закончил всё это дело в прошлом. Это, конечно же, Past Perfect Continuous. By the end of 2015, I will have been going to university for three years. К концу 2015 года будет три года, как я буду ходить в университет. Есть длительное действие. Хожу в университет в течение трёх лет. И точка в будущем, к моменту, в который я буду что-то делать. К концу 2015 года. Это, конечно же, Future Perfect. Как видите, логика есть в английских временах. Главное, посидеть немного и понять эту логику. А самое главное, конечно же, практика. И обязательно переходите по ссылке в описании. Я оставлю больше интересных ссылок, конечно же. И также в комментариях напишите, как вам сегодняшний урок. И что вы хотели бы больше узнать о временах в английском. Мы, конечно же, будем общаться в комментариях. И мы увидимся завтра. See you tomorrow. Bye-bye.